у нас при табуретки не сердюкове кстати вот прошел не знаю фейк не фейк что он улетел за границу то есть никаких подтверждений то есть не знаю то есть якобы вместе с васильева решил что за границей лучше да да вот но никаких комментариев опять же нету но зная как говорится немножко эту засадку парочку вполне возможно более чем скажем так опять же ну чё крупный секретоноситель почему бы не ехать за границу да так вот при нем ликвидировали фактически у нас резко сократили все строительные войска все инженерно-саперные части и у нас в войсках фактически нету я бы сказал так тут сердюков он вот к этому сердюков он особо как бы тут другой человека снятый только что снятый начальник тыла он все себе это под под булгаковым это все было но я понимаю но сердюков требовал сокращать булгаков как говорится решил сократить в этой области два сапога пара надо на виселице нет подождите а что за 7 с лишним месяцев было сделано что не ясно как только провалилась блестящая операция по параду на крещатике как только стало ясно что медведчук там не стоит с ключами на подушечке и не ждет чтобы вручить их великому победителю как только выяснилось что шойгу зря сел новый парадный мундир кто почему было не понять что война будет долго и тяжелая серьезная что надо будет строить мосты и строить дороги строить блиндажи копать окопы давайте еще проще вот смотрите они них они во первых не хотели воевать они собирались и не думая на счет ну там они готовились к нам пришел приказ они подготавливались но когда началось они думают что это в каком-то волшебном сне они находятся нет 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 не так сейчас сейчас те кто на месте были на месте где где земля где планета розовых пор и смотрите я вам простой пример приведу вы со мной согласитесь оба значит недавно принят вот одновременно с мобилизации с референдумами принят закона пакет законов о изменении по военным дисциплине да слушайте а что это как мы вообще жили без этого пакета без этих законов объясните меня я не понимаю я я могу их три четверти личного состава ушло в 5 спецоперации почему этих законов не было объясните раз второе ну ладно я могу все понять там почему мобилизацию не проводили почему там где-то что-то решили там позвольте евгений я потом либо не я не говорю что это правильно было вы знаете мою позицию вас поддерживал чтобы там так или иначе но войск явно недостаточно ищите где хотите там нанимать в африке как хотите но их должно быть больше да вот так как в африке вы не можете нанять значит проводить мобилизатор где же те тридцать тысяч и риски это загадка это из войны но я скажу что сейчас закончу вот смотрите ну эти законы должны были быть да они вообще без них нельзя жить государства нормально евгений дворчик так извините а что такое слово вот сегодня я прочитал в интернете замечательную это к слову что надо делать это я как бы не просто перебиваю замечательную адвокат первого привлеченного к ответственности за уклонение от мобилизации оспорил законность мобилизации в связи с чем мобилизация в связи с чем у нас мобилизация что такое специальная военная операция никто не знает до сих пор все ждали что сразу после объявления мобилизации у нас будет хоть как-то изменен или хотя бы определен хотя бы кт о там хотя бы правовая основа нет ну пожалуйста примите закон об с вон напишите так все что хотите да кто мешает там из десяти там пунктов или двадцати написать что такое слово которое бы супа ну было бы кодифицировано с другой и здесь приходим к тому что сейчас партий фактически любой мобилизованный может проще а на каком основании меня мобилизовали это да да значит чисто юридически и политически все будет нормально дать будет нормально да значит смотрите это все мы кстати обсуждали этот вопрос что вам решить вопрос пятисотами можно за один день чтобы не позвонили и сказали слушай там евгений к его давай как будто те сутки до ночи решай вопрос пятисотами грудатими два человека один из минобороны 2 главного правового управления ну мы напишем день и даже ну как же надо было сразу сразу два раза дождите надо было сразу попросить 100 миллионов рублей и сказать что лучше идет дадите да что две трети отдать отдать отдам в качестве отката и попросить ну ну не серьезно хотя бы год евгений да что у них они быстрее не работать из-за этих пятисотых мы понесли дополнительные потери да мы многие вопросы многие задачи не смогли решить там мы сейчас страдаем из-за нехватки войск которая вызвана тем что ответственные люди самом ладно до начала ничего не сделали но у вас было семь месяцев внести эти поправки в основных внесли чем проблема была объяснить меня не понимаю я все могу понять кроме этого здесь я понять не могу вот здесь мы приходим к тому о чем уже выразился и максим александр да и мы с вами неоднократно выражались об ответственности высших лиц хотя бы должностной ответственности не говоря уж уголовной ну так ее же нет не его мы можем говорить о су-34 о минных полях а от в отсутствие правового режима об отсутствии маркс сетей а выдающимся дебилизме кретинизме отдельных наших полководцев там не всех но многих мы можем гопов об очковтирательстве о беззаконии о мародерстве о трусости объекте с поля боя там много о чем можем говорить но все утыкается в одно что бы ни происходило никто ни за что дело даже не в ответственности да элементарно вот то что вы сказали о чем вы говорите если взять картополова ну просто но человек который вот с телевизора что называется говорящая голова уже но хочет телевизор ну пусть он идет ведущим там где-то что-то как-то вот это его это его когда ему задали вопрос по поводу тех же самых мобилизованных он тут же отбарабанил они будут получать столько денег что они будут платить его же коллеги в госдуме комитет по суд по труду и социальная политика не отдавать и мы разберемся все-таки в ситуации как они будут то есть вот у тех нормальный подход у них никакого секиры топора над головой не висит но просто люди в них видимо какая-то ответственность есть чувство профессионализма но просто как бы вы самим себя уважать и граждан российской федерации там нашлись люди которые да там ситуация непростая с точки зрения рассмотрения но как минимум вопрос поставлен давайте разберемся в этой ситуации а есть люди которые все там они все что вы любую чушь готовы нести но взять вот тогда того самого картополова то что унес по поводу мобилизации там потомки суворова там уступая в шесть-семь раз они наступают вот как мы классно наступает как он рассказывал соловьева это бывший начальник главного оперативного управления эту ахинею несет с телевизора вот просто-напросто даже знаете как говорится все опять утыкается в кадры все утыкается в кадры если кадры будут ощущать ответственность за поставленные перед ними задачи что эта ответственность будет не только видеть там сболтнул где-то и третью звезду на погоны получил а если не сделал то пошел как говорится туда куда макар телят не гонял тогда что-то изменится пока к сожалению несмотря на то что президент сказал очень хорошие правильные слова которые я отметил вспомнил про русскую весну впервые с осени четырнадцатого года вспомнил про новороссию но до сих пор за этими словами ни че не он не совсем вы сказали про кстати я сказал про пятьсотых дело тут еще есть такой аспект 1 500 они были разные были пятисотые которые струсили были 500 и которые от идиотизма командования а есть еще один оттенок пятисотых вот это в одном из телеграм-каналов причем около минобороновских но там определенное веяние что называется из войск это когда ну в режиме нельзя сказать итальянской забастовки но когда боевая задача начинает выполняться ну с холодцом скажем так причем здесь нельзя сказать что это человек однозначно трус и прочее то есть вот вот этот ну у нас в великой отечественной тоже подобные вещи были когда недоверие командование не доверие не доверие командование когда постоянно идиотизм со стороны командования он приводит приводит к тому что людей но условно говоря опускались руки и я сейчас с великой отечественной вспомню вот эпизод приведу я не помню сейчас летчика аса этого истребителя и он назначили старшим лейтенантом камэском то есть со стороны со стороны варяком там были капитаны и заходят землянку перед вылетом перед штурмовкой ну мягко говоря возмущенные летчики то есть он разогнал проявил волю план радиостанции поставить немедленно но и на первые истребители на следующий на все остальные смонтировать то что не мешает вы настраивать и прочее и самый главный вот не то что успешно было выполнена задача по штурмовке в этот день а у нас никого никто никого не потеряли и он описывает что попов который он пришел вроде хорошо воевал на тяжелые потери у людей уже сформировалась вот это вот чувство притупилась вот просто-напросто вот но уже определенная апатия бы сказал так и здесь вот очень во первых руководство требуется сказать что действительно война будет война будет до победы и никак иначе вот четко мы в определенной степени это прозвучало нет частично частично гко где а что хайда не гкл подчеркиваю не объявление войны не гкл ничего правового режима все висит все висит вот все осуществляется такими темпами вот ну черепашими будем так говорить ну а что касается дополнить чтобы ваш рассказ замечательную совершенно вещь опубликовал андрей морозов он же мурс который находится на фронте это видимо это действительно реальность они анекдот но звучит как анекдот когда российский советник российского же добровольца но старого добровольца сапера заставляет пытается заставить сделать какой-то идиотизм российский добровольца который воюет 14 года соответственно слушает вот этот идиотизм и вяло отбрюхивает не проявляет должного уже не проявляет при этом должного уважения к товарищу скорее всего полковнику целому вот товарищ полковник в итоге значит достает пистолет это что ты мне не подчиняешь да я тебе сейчас ногу прострелю и тогда доброволец отодвигает поднимает штанину выставить пожалуйста вот эту а у него там протез вместо левой ноги это понятно еще мурза это видимо не анекдот это я уверен что-то не анекдот у морза еще один очень интересный эпизод по нынешним скажем так по нынешних причинах часть не указывалась какая красная армия российской армии мавики привезли кучу мавиков укомплектов до взводов можно выдать обеспечить вот отлично ну квадрокоптера одно маленькое но сразу после мавиков появляется служба защиты гостайны которая изымает планшеты и смартфоны мавики есть не на основании документов управлять нечем и вот вопрос вот эти идиоты это другого слова не назвать и по целому ряду позиции например та же самая служба загота но элементарно управление войсками асона сегодня сделать на тех кирпичиках от которых вы мрите невозможно это можно сделать как сейчас мурс прошивает арт-плакноты делают для экстренных расчетов на берут обычные смартфоны отрезать все лишнее на них для того чтобы интернет нельзя было выйти проще и делают на этих на коммерческих решениях решить проблему управления войсками сегодня невозможно у нас самая лучшая система управления сейчас это призрак и который сейчас пытаются развернуть на корпуса народной милиции лнр сделано на коммерческих компонентах красная армия терра российская армия доблестно завалило все там вот вопрос насколько это все некомпетентность я же не верю что там вообще в минобороны вообще все зря не верите нет я зря не верите есть нет это это просто полная показала полный на самых высоких я предсказал что они коммерс как вот те кто гала команде понимаете у коммерса есть логика а когда у людей набивание желудка на основании того что они привыкают у них даже мозги выключается вот я реально скажем так определенных начальников наблюдал но идиот идиотом потом я начинаю ну реально получается так причем человеку он и до генерального до академии генерального штаба дошел и у меня ситуация была что у меня я свое время сплотно работал советником министра обороны андреалом сучковым он мне задал фамилию знаешь ли ты его но пришлось человеку рассказать подробности от которых волосы дымом вставали а потом у меня жизнь связалась его друзьями которые ну с училища которые вместе начали служить и когда они про него просказаны был нормальный он не был таким он не был таким некоторые были помню в грозном дохали не дурак говорили гриня дурак озарение уже генерал первый вскурса я думаю есть и не только некомпетентность в отдельных элементах есть и подружек в общем как говорится что дорогу осилит идущий начинают надо в первую очередь с государственного комитета обороны с его создания г кого так называемый дальше должен идти смеш военная контрразведка реально наделенная реальными полномочиями которая могла бы отслеживать наиболее выдающиеся примеры кретинизма вредительства и предательства и пресекать их не ожидая в отношении смерти извините добавлю одну очень важную вещь из-за нарезки функционала условно горе стереотно простой вопрос территориала курирует предприятие у пк контрразведка курирует министерство обороны куча вопросов которые получается между ними не курирует я скажу такую фразу реально сказано это кто хочет покресятничать на нашей территории вот это реально было сказано это вот причем это касалось ситуации когда определенные лица пытались разобраться в определенных вопросах наконец-то возвращаемся необходимо полностью и чем скорее тем лучше поменять руководящий состав министерства обороны необходимо чтобы те нам ответили кто у нас разрабатывает замечательные операции кстати которых на восьмом месяце войны нас бьют как сидорово козу и чтобы эти люди более не руководили поскольку они уложат и и мобилизованных если мы дать дальше рулить к сожалению или доведут их до два бунта и здесь кадровый вопрос он самый первый самый первый если не будут назначены на всех уровнях компетентные люди если наш верховный главнокомандующий лично опять же подчеркивает а самое важное не возьмет ответственность за операцию на себя и не скажет об этом а пока будем прямо говорить 8 месяцев он прячется от ответственности такое впечатление что он не имеет никакого отношения к руководству войсками в этой войне это недопустимо тем более в текущей тяжелой ситуации пока всего этого не будет мы можем сколько угодно говорить про мины маскировку росу 34 и всякие любые результаты будут может быть только на тактическом уровне я бы еще одно из добавил военный отдел цико я таких структур а военная администрация президента которые очень часто оказываются в тени но именно они определяют том числе кадровое назначение это не на импультура нами на министерство обороны это все касается вопроса когда президент лично возьмет на себе ответственность то ему придется уточнить а кто же это у меня так здорово то рулит и при всем том что такую разведку у нас прекрасную создал что мы полезли и думали что здесь маленький ручеек а там оказалось не морянская впадина и при всем том что я никакой именно катастрофической по соотношению сторон ситуации нет но условно горимошли пошли укрыв прорыв под херсоном например их встречает например пара эскадриль вертолетов соответствующим зонтиком то есть это уже не зоне по его не нужно под пазырка и соответствующие дальности в степень просто в том-то и дело избиение украинской техники могут сделать почему этого не было в том-то и дело потому что на всем уровне на всем уровне у нас все прогнило будем говорить прямо я все-таки без капитального ремонта извиняюсь за выражение причем по ходу на ходу и по-другому не получится военная реформа нужно нужна военная реформа причем на ходу а для этого нужны компетентные решительные не боящиеся ответственности люди думающие не о том как побольше в карман себе запихнуть чтобы побыстрее дачу достроить о том чтобы родине послужить найдутся такие в окружении президента сможет он их расставить места мы эту войну выиграем а если мы и дальше будем воевать так как сейчас нам и вторая волна мобилизации не поможет и третья волна мобилизации не поможет потому что противник заинтересован в тяжелой длительной нудной кровавой войне поскольку он не собирается не рассчитывает на то что украинские военные возьмут москву он рассчитывает на то что в результате нашего тотального идиотизма кретинизма и вредительства москва сама подымется против российской власти здесь будет смута и тогда фронт посыпется и будет победа более грандиозная чем они могут одержать где-либо нет ничего страшного даже в сдаче херсона нет ничего страшного в оставлении мелитополя ничего в этом страшно даже если противник в крым ворвется на время и это не страшно если мы возьмемся за ум и будем нормально воевать тогда у киева не будет шансов на победу причем не будет в течение ближайшего там года максимум к сожалению полгода воевать вот как скорее всего 100 процентов придется но если этого будет не будет этого сделано мы действительно допряшемся как мы много раз говорили и максимум александрович евгений дарчия допряшемся до нового семнадцатого года а пляшем мы к нему очень быстро попри все ми шановні глядачі вистояли и обовязково переможемо бо разом мы сила подпишитесь на канал ставьте вподобайку пишите свой коментар та поширюйте цю информацию